С момента ее введения, с 1 января 2007 года, возложена на прессионный конкурс Российской Федерации. В Смоленской области за 19 лет общее количество рожденных детей составило 108 972 человека. Из них вторых и последующих детей 55 820 человек, 51,2%. В течение всего времени действия госпрограммы наблюдается стойкая динамика увеличения количества рожденных вторых и последующих детей. Так, если в 2007 году от общего количества рожденных детей их было 39%, то в 2017 году вторых и последующих детей было рождено 60,6%. Этот анализ показывает актуальность федерального закона номер 256 о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей. По состоянию на 1 февраля текущего года органам пенсионного фонда в области выдано более 45 тысяч государственных сертификатов на материйский семейный капитал МСК. Таким образом, 81% земель уже получили государственные сертификаты для целей дальнейшего распоряжения средств МСК. Размером закона в 2018 году составил 453 026 рублей. С начала действия государственной программы размер увеличен 1,8 раза. На 1 февраля 2018 года более 30 тысяч смоленских семей, получивших государственный сертификат и лишь 67%, уже приняли решение, на что потратить выделяемые государством денежные средства. Всего в Смоленской области с начала действия закона перечислено средств МСК на суммы более 11 миллиардов рублей. В настоящее время предусмотрено 5 направлений распоряжения средств МСК. 1. На улучшение жилищных условий семей. 2. На получение образования детьми. 3. Направление денежных средств на накопительную часть будущей пенсии матери. 4. На приобретение товаров и услуг предназначено для социальной адаптации и интеграции в общество детей и инвалидов. 4. Это направление введено с 1 января 2017 года. 5. Последнее направление средств МСК. 5. Введение с 1 января текущего года установление ежемесячной выплаты семьи с низким доходом и средств материнского земельного капитала при рождении установления с 1 января 2018 года 2-го ребенка. 5. Новое направление введено федеральным законом номер 418 о ежемесячной выплате семьи, имеющей детей. 6. В развитии данного закона, приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации 889 утвержден порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением, установлением первого ребенка или второго ребенка. 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова